Отогрузка. Наверное, мой вопрос будет к Денису. Скажите, пожалуйста, вот действительно, город Солидар Донецкой области, то есть это зона проведения антитеррористической операции. Как работают предприятия? Есть ли какие-то, может, вы нам цифры какие-то предложите о том, как предприятие работало в последние месяцы об отгрузках? То есть это идут полноценные отгрузки или с перебоями? Какие-то цифры может вы нам предоставить? Да, всем добрый день. Я коммерческий директор государственного предприятия Артём Соль. Зовут меня Денис Фоменко. И хочу несколько слов сказать по этому поводу. На самом деле нам не так просто работать сегодня в нашем регионе, поскольку все вы знаете, что происходит. У нас проводится антитеррористическая операция, и все мы боремся с нашим врагом. И вы, наверное, должны себе представлять, что не так давно, благодаря нашей национальной гвардии, были изгнаны из нашего региона, из города Артёмовска, из города Солидара, представители так называемой республики ДНР. И я могу сказать вам одно, что точно, что до тех, пока на нашей территории, в городе Артёмовске, в городе Солидаре были эти представители, мы по-прежнему работали как государственное предприятие Украины. Мы не меняли свою символику. На нашем предприятии висели флаги Украины, и на сегодняшний день висят флаги Украины. И вся символика сохранялась украинская. Независимо от того, что представители ДНР приходили с прямыми угрозами, а вы знаете, что они, как правило, их доводят до конца, угрожали нам, угрожали нашему предприятию, угрожали нашему коллективу и руководству в том числе. И, несмотря на все это, мы не просто работали, мы увеличивали отгрузку. За последние месяцы, возьмем май месяц, предприятие отгрузило 160 тысяч тонн. Июнь месяц предприятие «Артемсоль» отгрузило 190 тысяч тонн. А по июлю месяцу я могу сказать следующее. Отгрузка составила 177 тысяч тонн. Это с учетом того, что последнюю неделю предприятие было полностью остановлено, поскольку вы знаете, что в Донецкой области были взорваны несколько мостов, и были нарушены ЖД сообщения, и, по сути, отгрузка была прекращена, поскольку мы не имели такой возможности. Что сделал коллектив нашего предприятия? Мы, по сути, собственными силами отыскали заброшенный ЖД-путь, который использовался еще в 40-х годах, нашими дедами, прадедами, очистили их, ЖД-пути, от мусора. Это порядка 14 километров ЖД-пути. Там уже давно росли, были деревья, наверное, с двухметровых, 2-3 метра деревья. Неделю чистили, возобновили отгрузку по этому запасному ЖД-пути, и также был налажен автовывоз. То есть через автотранспорт, автотранспортом наша Украина, наше предприятие отгружало соль по всей территории Украины. То есть сегодня предприятие работает стабильно, были сделаны временные понтоны на тех мостах, которые разрушены, и мы возобновили свою отгрузку.